Всем привет, ребята! Меня зовут Ирок Нали, Ирка Стар, и сегодня у вас будет новое видео. Сегодня будет видео очередное на слайм от M&M's. Сейчас я буду... Вот. На M&M's. Такая же коробочка, поэтому не буду говорить. Кстати, это микрофон, поэтому не будет, чтобы... Я даже его не подключила. В общем... Это микрофон, чтобы вы лучше слушали слайм. Вот такой вот розовый клим. Кстати, бесит, что слаймы уже очень сильно лихнут. Главное, чтобы маникюр не стерло. Он уже как бы прилипает. Это розовый, с синим, все хорошо. Этим мы его вывали на землю. Ой, господи, ой. Так он виплет. Сделаем сейчас все то. Кстати, он тоже очень хорошо тянется. Я с ним поигралась, и он уже пузырчится. И почему-то очень сильно липнет. Он первый раз не так сильно липнет, как сейчас. Он был сначала очень сильно прозрачным. Очень крутым. Но со временем он, наверное, набрался пузырек. И все. Кстати, тоже покупала в одном магазине. И поэтому все здесь хорошо. Хорошо он бывает хрустковинт, как и тот, потому что он одного производителя. Давайте мы растянем его. Видите, очень хорошо тянется, но потом очень липнет. Что я не люблю в слаймах, потому что я не люблю липучие слаймы. Кстати, здесь тоже были блестки. Давайте мы насыпаем свои. У меня есть как раз розовенькие. Такие вот. Глиттер. Моему я вам показывала, а я нет. Подождите секунду. Его нужно вот так вот расправить. И дальше насыпать уже. Открываем. Посыпали. И теперь будем вымешивать. Он будет очень крутой. Вот. Да, он с блестками еще круче. Он космос. Посмотрите. Мне не нравится. И еще мне не нравится. Давайте я вам объясню минусы, которые есть в этих слаймах. Которые уже, наверное, нельзя исправить. Во-первых, он дорого стоит. Да, это так. Он достаточно дорого. 10 гривен за какую-то игрушку, чтобы потом ее выбросить. Это дорого. Далее, то, что он жутко липнет. Потому что за такую сумму лучше сделать самому. Все купить и делать. Клей и петраборат. И все очень хорошо. Ну и краситель может. Или клитор, кстати. У меня я, кстати, делала. Вот. И это очень плохо. То, что он улыбнет. Но плюсы есть. Он будет... А, еще минусы. Он потом, когда его возьмешь, он может стать грязным. То есть, это не очень удобно, что когда ты его медешь чистыми руками, то он грязный стоит. Вот. Еще. То, что он разрывается на частице. Бывает, что так вот родился, потом его нужно избирать. Короче, плохо все. И он еще пузырщится. Это тоже плохо, потому что я хочу, чтобы он был прозрачным. Но когда его растягиваешь, он вроде бы как прозрачный. Вроде бы как... Сейчас, секундочку, ребят, я микрофон устраиваю. Ну, в общем, в целом он хороший. Он хорошо тянется. Он, когда ты растягиваешь, он прозрачный. И хрустает иногда. Это вообще кайф, потому что я люблю хрустящие слаймы. Я не люблю, которые рвутся. Но это со временем тоже рвется. Но, видите, он липнет. Он его нужно как-то собирать. И после того он может не липнуть. Он как? Он, я не знаю, может соль добавить. Но ничего пока не помогает. Здесь появляются пузырьки, которые часто я лопаю. И если очень хорошо его растянуть, то есть... Вот я растягиваю просто. Потом так вот складем. И, слушайте, он очень хорошо хруст какой-то, когда его растянуть. Но, опять же, есть свои минусы. Каждого слайма. Может каких-то слайм просто идеально. Я думаю, что такого слайма прям идеального нет вообще на свете. Почему-то он не фокусирует. Вот. Вот. Поэтому купляйте. Можете купить, но он будет очень сильно липнуть. У меня не сухие руки. Но он почему-то все равно липнет. Кстати, маникюр не сдерживает. Все хорошо. Кстати, я хочу снять интересный влог. О том, как я покраю свои волосы. Да, я покраю свои волосы. Но когда я их буду мыть голову, то они смоются. В общем, я хочу снять этот влог. Если у меня получится... А если нет, я либо сниму... Майнкрафт. Точнее, я уже сняла его. Но у нас вырублен свет. Поэтому я еще досниму его. Поэтому... Почему? Микрофон мне мешает. Давайте я покажу лучше. Потому что я не знаю, что еще сказать. Поро это слайм. Обычный слайм. Затем покажу, как неправильно делают начинающие слаймеры. Ну, я, конечно, не профессионал, но я вам все-таки покажу. Поро это начинающим слаймерам не тикать одним пальцем. То есть, это будет примерно как-то... Ой. Как-то вот так вот. Смотрите. Что это? Нет. Нужно делать минимум, может, тремя и четырьмя. Но это все делать больше. Потому что одним... Что это? Нет. Так начинающим слаймерам делать не советую. Далее. У меня, кстати, было одно видео на канале о слаймерах. Но это было очень давно, поэтому я его удалила. Следующее. Это... Вот так вот прижимать как-то. Я тоже люблю так прижимать. Но это очень... Как-то не очень хорошо выглядит. Смотрите. Что это? Что это за звук? Это просто лепешка потом остается. И просто релакса нету. Что такое слайм? Слайм это для релакса. То есть, понимаете, и когда ты его жмякаешь, то издается определенный звук. Поэтому, если вы купите себе слайм, знаете, что если будете снимать, то нужно как-то делать это все в биле микрофона, чтобы был какой-то релакс. У меня, например, этот лизун от фирмы. Поэтому он не такой вот крутой, но он бывает хрустит. Вот. Еще одна парада. Это... Ребят, понимаете, что случилось сейчас? Мой типа штатив упал. Давайте начинаем тыкать однородным тыканем. Не советую, потому что это никому нафиг не нужно. Извините за такое слово, но не нужно. Потому что если вот так вот тыкать, 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 то это точно никому не нужно. Вот растягивать тоже нужно делать вот так вот. Растягивать можно хорошенько так вот, чтобы оно хрустало. Чтобы оно хрустало, у меня, вот, например, нужно очень сильно растянуть. Может, он сильно, но растянуть. И потом он хрустает. В общем, ребят, если вам понравилось это видео, поставьте палец вверх, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик. Ой, аж зацесалось все. Вот. Пишите свои приятные комментарии, вопросы для следующих видео. Для следующих видео, в общем, не только вопросы, но и разные. В общем, пока!